всем привет это снова я прошло всего лишь полгода я снова пишу какой-то бред ну а так как сходить в одиночку скучно да и сумасшествие на заразе сумасшедшие дома где собирают чтобы им не было скучно не развлекались вместе итак как сходить в одиночку с ума скучно я решил привлечь к этому безобразию еще одного человека сегодня мы будем сходить с ума вдвоем в уютном кофе Старбакс на Старом Рогате итак посмотрим что интересного получится из двойственных сумасшествует а так как у нас на дворе в Москве всякая ерунда как всегда как всегда я собственно говоря решил привлечь не столько к ответственности сколько к ответу доктора который хорошо разбирается во всех этих инфекциях ну да я же инфекционистом работал очень долго у нас просто какой-то бум буквально если он был в мире сейчас еще и в Москве я никогда не ел такого огромного количества людей в масках в Москве причем люди масками пользуются не они не умеют они знают что и три часа надо пользоваться они ходят целый день переворачивают одевают снова на другую сторону и так вот тут еще не столько люди виноваты сколько маски они отвратительны сами по себе во первых во вторых людям же не объясняют ничего ни про маски ни про лекарства людям же врут для того чтобы они бежали в аптеку и тратили деньги а это специально делается для того чтобы был ажиотаж их полно этих масок просто их не продают для того чтобы был ажиотаж вот это все делается специально ну да извините я перерывал я хотел просто конкретно спросить тебя слушай вот есть разное мнение одни говорят что что свинячий что обычный гриб разницы никакой нету потому что люди могут нисколько не больше чем от обычного гриба вот с другой стороны вижу просто страшную истерию это истерия надуманная и на самом деле есть какая-то разница этого сегодняшнего никакой совершенно вообще никакого свиного гриппа не существует а все эти птичины это все полная ерунда дело в том что надо просто чтобы люди все понимали что такое вирус да вирус это днк или рнк то есть дезоксирибонуклеиновая кислота или рибонуклеиновая кислота носители генетической информации это вот двойная спираль знаменитая да заключенная в белковую оболочку и фокус в том что эта белковая оболочка построена по типу скажем так пазлов она не представляет собой единого целого она сделана из многих-многих-многих-многих белковых молекул и вирус постоянно меняя эти молекулы постоянно меняет состав своей белковой оболочки и поэтому его очень трудно поймать во первых во вторых против него очень трудно изобрести вакцину он бесконечно мутирует и он принимает разные маски да то он в птицу в селице то в свинью то в человека то в мака или еще кого нибудь да и мы называем птичий свиной и шачий там поросячий все это полная ерунда это все тот же грипп применительно вот к этому сезону конкретно идет грипп h1n1 это очень давно известный штамм и то что сейчас происходит это обычная сезонная заболеваемость обычным банальным гриппом ничего особенного в ней нет люди умирали от гриппа всегда умирали в мире сотнями тысяч всегда это нормальная ситуация только надо понимать что мрут и они не от гриппа а от осложнений как правило от пневмонии если у человека слабый иммунитет говоря бытовым языком он очень сильно рискует в том смысле что к вирусной инкекции присоединится инфекция бактериальная начнется тяжелое осложнение вот от этого осложнения человек умрет от самого гриппа люди умирают крайне редко но очень редко чаще всего от осложнений но я вот собственно как человек со мультики слабым что я для себя сделал я просто сделал классику я купил циклоферон пропил собственно курсик небольшой ну и сейчас вот не знаю вроде бы считай себя живым замечательно то есть ты провел себе сеанс аутопсихотерапии и потратил и потратил попусту деньги да это просто 3 копейки дело не в этом один 3 копейки другой 3 копейки в масштабе страны это миллиарды ну наверно поэтому тот кто продает эту вонючку под названием циклоферон он выиграл чем-то иммуномодулятор не нравится это не иммуномодулятор это не иммуномодулятор эффективность всех этих жидкостей не доказана вернее даже так скажу доказана их неэффективность это все полная чепуха ерунда это первое второе модулировать иммунную систему с помощью химических препаратов это чрезвычайно опасное и дурацкое занятие ну просвети охотно охотно как ни странно это может быть и значит прозвучит но лучшим иммуномодулятором является оптимистический настрой человека ну это да это первое кто живет с радостью у того иммунная система находится в норме чем в большей степени у тебя повешен нос тем слабее твой иммунитет они дождутся это сто процентов теперь если уж изменять тонус клеток иммунной системы с помощью внешнего фактора какого-то то делать это надо ни в коем случае не с помощью химических вещей а с помощью физиотерапии из биофизики известно слабые токи средних частот и слабое пульсирующее магнитное поле стабилизирует биоэлектрический потенциал клеточных мембран работает нормальная мембрана работает нормальная клетка работает нормальная клетка она выполняет в полном объеме свои функции то есть ищет обнаруживает находит и уничтожает через скопление вредоносных агентов вот ты так честно сказал потому что кто-то понял кроме других врачей или может физиологов а что тут понимать есть аппараты физиотерапевтические которые генерируют слабые токи средних частот что такое средние частоты до 100 килогерц что такое слабые токи 1-2 миллиампера скажем так до 5 миллиампер опять это уже много значит 1-2 миллиампера это сила тока до 100 килогерц это частотные характеристики магнитное поле 30 мили тесла напряженность магнитной индукции и значит частота колебаний 8 герц примерно умный никто все равно ничего не понял что он сказал да все это учебная биофизика скажи попросту людям простым смертным видимым что это сделать первое ничего вообще ничего ничего забить на все на это болт очень интересный заниматься делом активно работать жить своей прежней жизни это первое и самое главное держать нос высоко то чего человек боится с ним обязательно случится если вы находитесь в панике по поводу гриппа свиного телячьего поразящего вы обязательно им заболеете гомосексуального гомосексуального или гетеро что еще страшнее вообще в этом да ты же понимаешь заразиться от товарищей это пол беды заразиться вот от какой-нибудь по стороне так вот я и говорю первое не бояться второе ну если уж вы боитесь что надо делать не ходите в места скопления таких же трусов как вы избегайте киносеансов театров метро ходить пешком это невозможно я говорю о том что можно сделать человек не может ездить в метро можно купить автомобиль хорошо пусть купит автомобиль это его личное дело я с лучшим таблетки условно хотя автомобиль тоже можно купить зараженный гриппом это шутка значит поэтому не ездить транспорте общественном невозможно а лишний раз не пойти вместо скопления таких же трусов какой вполне возможно второе почаще мойте руки почаще проветривайте свою квартиру или комнату да и все пожалуй слушай вот насчет трусов я тебе перебью мне очень понравилось я тут давеча в связи с этой массовой истерии видел такое интересное шоу я ехал в метро и там был дедушка который был во-первых в маске он встал и начал кашлять причем я слышал что кашлял у него абсолютно кашель курильщика то есть это легочный кашель который именно вот такой даже с мотической кашель но все начали постепенно расползаться в разный от него сперва один постепенно стоял пустым только я и эта девушка тебя добил потому что это бомб а девушка стояла и кашлял он еще как такая падла он не вышел никуда он ехал дальше он стоял и кашлял но если бы он стоял и кашлял без маски я думаю что он бы так не напугал то есть это какая то истерия а знаешь что я еще хотел тебе сказать вот эти вот люди как бы с моей стороны правильно носят маски в принципе полезно но с другой стороны да не полезно это у меня вот такая просто мысль в голове есть что в нашей стране в которой людей невозможно научиться пользоваться презервативами научиться пользоваться масками это утопия я еще раз говорю не полезно это не доказана эффективность маски не доказано во первых ты совершенно прав носить маску больше двух часов нельзя во вторых если вы надели маску так что у вас оттопыриваются вот тут вот сбоку края вот я с помощью рядом вижу в метро как раз у вас забывает да вы совершенно ничего не носите уловитель скорее получается совершенно верно это все глупости полные вот поэтому надо просто понимать что это ни кая не панацея она не действует больше двух часов в том смысле если вы правильно ее надели а если вы неправильно ее надели она вообще не действует если наоборот даже не приносит он является улавливателем да вот теперь что касается истерии еще раз хочу сказать это делается специально это работает огромная машина я вообще на самом деле огромный поклонник теории заговоров огромный я могу сказать совершенно определенно что работает громадная великолепно смазанная прекрасно оплаченная машина по нагнетанию страха и истерии людей гонят в аптеке покупать афлубины всю эту прочую дрянь все эти интерфероны оксалиновые мази толку от которых нет никакого вообще вот если человек питается лимонами ест мед он в большей степени занимается профилактикой гриппа это я ну вот и правильно и еще Юрий Лужков он как Виннипух всем советует каждый день съедать я вообще думаю что он пчела нет он Виннипух он не похож на Виннипуха ну он по Виннипушему так съедает каждый день я не считаю что он похож на Виннипуха у Виннипуха а не было такой жены б не было кепки что-то он какая была жена у Виннипуха об этом история умолчала да из него какого-то гомосека действительно не была его жена нет 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 а пятачок это непонятно какой вообще он там с сексуальной ориентацией да кстати говоря пол пятачка непонятен девушку можно назвать пятачок а что делать это мой пятачок иди сюда ну так вот поэтому если вы едите лимоны едите мед не увлекаетесь всякими вредными привычками типа алкоголя и курения не увлекаешься я не увлекаюсь я лечусь этим я беру 5 грамм коньякова не 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 так я делаю по-другому я вот когда чувствую что все-таки чего-то там какое-то легкое ломота есть я беру чай либо чай хороший беру ну не эту ерунду которая там в пакете как правило я беру нормальный хороший чай вот завариваю его добавляю туда мед добавляю лимона и обязательно добавляю коньякову вот и вот это все вот это только вот я тебя научу ты берешь на вот такую стандартную кружку но это большая не поменьше да на стандартную кружку ты берешь 2 чайных ложки меда полного 2-3 кружочка лимона давишь ложкой лимона и вот так размешиваешь добавляешь потом 2 чайных ложки каникулы все перемешиваешь чайную галмогенную массу можно даже не чай а просто в воду гореть а я знаю что предпочитаю даже не чай а рой душ можно рой душ да короче говоря это все истерия бессовестная коммерческая компания и не только коммерческая кстати потому что если ты заметил то страшилки меняются да вот скажем вышел фильм 2012 о еще не видел не видел хорошо то есть людей пугают то концом света то свиным гриппом то спидом то экономическим кризисом да тогда люди постоянно должны бояться это главный успех главная задача то есть все время каким то концом обязательно ни в коем случае нельзя сделать так чтобы ты хотя бы один день прожил без страха ты должен все время чего то бояться то конца света то своего собственного конца то конца соседа ты должен бояться каждый день тогда все будет нормально и свиной грипп вот в этой вот замечательной структуре оказывает колоссальную поддержку так что не бойтесь конца не бойтесь конца конец надо правильно использовать да инструкцию по правильному применению конца мы передадим в следующей передаче делай с нами делай как мы делай таких как что я сказал а чую делай делай таких как нас да и все всем пока тяо